Здравствуйте! Я Сергей Фурцев, приглашаю вас в украинскую хату. Чтобы такого не отведать, Пульхерия Ивановна вопрошала Фанасья Иванович в знаменитой повести «Старосветские помещики» Николая Гоголя. Величайший мистик, золотое перо своей эпохи. Он не только знал толк в литературе, но также очень любил готовить. Что именно, узнаете чуть позже, а пока о пище духовной. Из-под пера всемирно известного писателя вышло огромное количество произведений. Он себе поставил великую задачу – сплотить Русь. Именно Гоголь поставил вопрос, один из вечных вопросов русской литературы. Русь, чего ты хочешь от меня? Что я могу сделать тебе? Кстати, в школе Гоголь писал весьма посредственные сочинения, но в рисовании и русской словесности ему не было равных. Современники считали его человеком неординарным. Ведь кроме того, что Николай Васильевич великолепно владел писательским ремеслом, он еще и рукодельничал, вязал шарфы, краил и шил своим сестрам платья, себе шейные платки. По гоголевским рассказам мы узнаем, как жили украинцы, как был устроен их быт, обязательный атрибут которого – печь. На Полтавщине, откуда родом Гоголь, она размещалась в углу, у входной двери и занимала много места. Это естественно, потому что функций у печи также было много. Она обогревала жилища, сушила одежду и обувь. И в ней же готовили еду. Именно печь сформировала такие принципы приготовления, как варка, тушение и запекание. При такой тепловой обработке в продуктах сохраняется все самое ценное и полезное, а блюдо приобретает необыкновенный вкус. Но времена меняются и теперь готовят совсем в других условиях. Интересно, чем, Сергей, вы сегодня будете удивлять нас? Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить лежни. Это пирог с капустой квашеной, картофелем и шкварками. Нам потребуется капуста квашеная, лук, яйца, сало соленое, картофель, специи, сухари, масло. Так, картошку мы поставили вариться. Что мы делаем дальше? Теперь мы приготовим начинку для пирога. Берем лук и нарезаем кубиком. Кубиком. Теперь мы будем резать сало на шкварку. И нарезаем тоже кубиком, где-то сантиметр на сантиметр. Замечательный запах сала. Чуть-чуть надо будет измельчить капусту, чтобы она не такая длинная была, чтобы пирог не рассыпался. Все, теперь как бы мы должны обжарить это. Так, картошка у нас сварилась, начинка готова. И мы приступаем непосредственно к приготовлению пирога. Картофель нужно промять. Картофель у нас варился с солью, со специями, чтобы придать вкус. Мы добавляли перец горошком, лавровый лист. Теперь надо, чтобы пирог при запекании у нас держал форму, добавить в картофель яйцо. Добавляем яйцо. И это все тщательно перемешать. Перемешиваем картофель с яйцом. Ну а теперь мы будем формировать и запекать пирог. Нам потребуется форма, мы будем использовать сковороду, растительное масло, чтобы смазать форму. Так. И сухари. Мы берем форму, смазываем ее тщательно, хорошо растительным маслом, чтобы пирог у нас не пристал, не пригорел и хорошо снимался. Так, мы смазываем только дно или же края. Теперь мы посыпаем сухарями. Мы будем выкладывать один слой, потом середину начинку, сверху второй слой. Начинаем с картофеля. Пополам разделить и выложить. Теперь мы выкладываем начинку. Интересно, сколько готовится такой пирог? Запекается он 15-20 минут. Говорят, такой пирог любил готовить сам Гоголь. Как говорится в украинской пословице, кто на порог, тому пирог, кто от порога, тому скатертью дорога. До побачения! Редактор субтитров А.Семкин